Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом нового ролика хотелось бы, как обычно, поблагодарить всех наших донатеров за вашу финансовую помощь. Спасибо, друзья! Итак, как вы поняли уже из названия ролика, сегодня у нас... Вернее, сегодня мы рассмотрим с вами потенциально опасные астрономические объекты, астероиды. Которые, в принципе, могут причинить существенный ущерб, если произойдет столкновение нашей планеты Земля. В принципе, что такое потенциально опасный астрономический объект? Это космический объект, астероид, либо комета, орбита которого допускает приближение к Земле на потенциально опасные расстояния, а размеры достаточно велики. Да, каждый год практически какой-нибудь астероид, мчащийся на огромной скорости из глубин космоса, так или иначе может пересекать орбиту нашей планеты Земля. Давайте рассмотрим их немножко сегодня. Очень дико извиняюсь перед всеми, что наши ролики Space Engine стали реже выходить, но я буду стараться выпускать их чаще. Так, ну что же, собственно, как мы видим, мы уже видим такие два объекта. Это астероид, умеренный астероид Аполлон. Так, диаметр 109 метров. Ну, вам может показаться, что 109 метров это не так уж и много, но при ударе планеты Земля он может вызвать катастрофу. Так, масса, масса, давайте посмотрим его массу. Если я не ошибаюсь, то его масса составляет около 2,5 миллионов тонн. В принципе, это немаленький достаточно объект, всего диаметром 109 метров. Так, осевой период, орбитальный период, 2682 года. За 2682 года данный астероид пересекает орбиту. Целиком свою орбиту в нашей Солнечной системе. Давайте посмотрим, взглянем, вернее, вообще на все эти орбиты. Будет ли он сейчас показываться? Почему-то... Почему-то сейчас, подождите. Вот. По-моему, это он. Нет. Это... А, вот он, наш астероид. И, кстати, да. Растянутая орбита. Какие планеты... Вернее, какие орбиты планет он может пересекать? Давайте посмотрим. То есть, это у нас Меркурий. И, скорее всего, это планета Венера. Да. Ну, как бы и есть сближение с планетой Земля. Такс, хорошо. В принципе, да. Я вам все правильно описал. Аполлон... Вообще, это небольшой, конечно, околоземный астероид. Возглавляющий группу Аполлонов и принадлежащий к редкому спектральному классу. Как мы видели, да, я вам показал, то, что он обладает настолько вытянутой орбитой, что в процессе своего движения вокруг Солнца пересекает орбиты сразу трех планет. Так, ну что же. Давайте взглянем еще на какой-нибудь объект. Объектов достаточно здесь очень много. Астероид 2010 GG41. Собственно, это также Аполлон. Диаметр 109 метров. Ну, немножко, по-моему, чуть больше тот, который мы смотрели первый. Дата открытия 2009 год. И, в принципе, он пересекает орбиту Меркурия. Так, можно как-нибудь к нему подлететь и рассмотреть его. Давайте сейчас это сделаем. Такс. Это орбита нашего Аполлона. Ну, как может показаться, что это, в принципе, небольшой астероид. Но, ребята, питящий с огромной скоростью. Достаточно того, чтобы такой камушек небольшой вошел в атмосферу нашей планеты и нанес большую существенную катастрофу на Земле. Здесь достаточно много можно увидеть на орбите астероидов. Сейчас мы попробуем их все рассмотреть. Можно опуститься на поверхность, но я этого делать не буду. Так, давайте рассмотрим еще какой-нибудь астероид. Это у нас телескоп Кеплера. Мы наблюдаем. Астероидный Борицентр 2009. Собственно, астероид 2004 ЛБ. Диаметр 107 метров. Масса также 2 миллиона тонн. Это просто охрененный объект, честно я бы сказал. И пересекает он, как вы видите, орбиту планеты Земля. Так. Планетный Борицентр, Земля-Луна. И наш астероид. Посмотрите, я нашел еще один достаточно опасный астероид, который пересекает орбиты сразу трех планет. То есть, это Меркурий, Венера и, собственно, планета Земля. Можно ли приблизиться к объекту? Прохладный астероид Амур. Диаметр у этого камня 179 метров. Весит он почти 10 миллионов тонн. Орбита, кстати, у него, по-моему, тоже, насколько вы видели, растянута. И, скорее всего, полный оборот он делает за 3000 лет. Представляете, сколько таких объектов в космосе. Блин. Просто огромное число. И можно сказать, что вроде бы мы живем в безопасной зоне, да? Вдали от Солнца. Не так близко расположены. Там, где может существовать, в принципе, жизнь. Но, если задуматься, много объектов в космосе, в нашей Солнечной системе, которые пересекают орбиту и могут стоить нам тем жизни. Так, хорошо. Давайте посмотрим еще какой-нибудь объект. Так. Где-нибудь. За границей планеты Земля, может быть. Прохладный и так астероид. Опять же, это Аполлоны. Астероид 2018. 136 метров в диаметре. Астероид 2009. Интересно, мы рассматривали? Кому ему да. Я хочу найти какой-нибудь двойной астероид. Астероид 2002. АВ. Давайте из более известных какой-нибудь астероид сейчас попробуем найти, который прямо буквально, может быть, в этом году или том году пересекал границу нашей орбиты. Переключим свое внимание на астероид 2022. Кстати, это порядка достаточно большой астероид. Диаметр 179 метров. И данный астероид будет иметь сближение с нашей планетой Земля 27 мая. Да, ребят, в этом году. Буквально в этом году. Вернее, он уже состоялся, простите. Но имел сближение с нашей планетой Земля. Кто читал какие-то статьи или слышал, пишите в комментариях. Давайте попробуем, наверное, опуститься на его поверхность. Перелетим. Перелетим, по крайней мере. А потом я вам в поиске покажу. Внимательно смотрите, сколько этих астероидов здесь просто неисчисли... Такое количество неисчислимое, что немножко даже блин, жутко становится. Да, это своего рода Аполлон. Похож на Арахис, согласитесь. Большой объект, который отражается нашим Солнцем. А, кстати, здесь показывается его скорость. Вот что я хотел посмотреть. Скорость. К сожалению, нет. Ну, могу честно сказать, что данный астероид летит со скоростью 13 километров в секунду. Огромная скорость. Так, хорошо. Давайте еще какой-нибудь астероид найдем. Комета. У нас она не очень интересует. Астероид 2022 FG4. Так, я могу, в принципе, сейчас перелететь вот так вот отсюда подальше, чтобы видеть все орбиты. И можно так вот посмотреть переключения астероидов. Чтобы нам увидеть объект, который будет ближе сейчас к Земле в данный момент. Просто сейчас время неправильно выставлено в Space Engine. К сожалению, оно у меня не выставляется. Ну, находится за границами орбиты планеты Земля. Что-нибудь поближе, чтобы возможность была приземлиться на объекты и посмотреть на Землю. Так сказать, издалека. Но, к сожалению, кажется, все объекты в данный момент находятся очень далеко. прохладный астероид Аполлон. Диаметр, ну, вот этот астероид, скажу, по сравнению с теми, что мы смотрели, они намного меньше. Ого, а почему? Посмотрите, почему он светится красным? Я подозреваю, что, скорее всего, было какое-то столкновение. Только что буквально произошло столкновение, что, возможно, расплавило материал, его материал, посмотрите. Не может же быть это такой нагрев от солнца, мы не видели же никакого испарения или еще что-то. Да, солнце расстояние здесь приличное. Почти полторы астрономической единицы. Так, хорошо. астероид 2022 HB Аполлон. А, ну да, точно. Скорее всего, помните, там вначале мы видели два астероида, расположенных друг с другом. Может быть, да, действительно они столкнулись. Так. Перелетим еще на один объект. Отсюда может показаться как будто бы знаете, небольшой кусочек поверхности луны просто оторвало и выкинуло в космос. Кожа вообще как бы по рисунку прокрас поверхность луны. интересно. но напоследок давайте с вами рассмотрим самый, как говорят астрономы, самый опасный астрономический объект для нашей планеты Земля. Это Апофис. Я думаю, многие слышали об этом астероиде. Так, сейчас я удалюсь за границы, за орбиты, чтобы видеть пересечения. Так, Апофис, окей. по-моему, я очень далеко поместился. Вот он. Наш второй Апофис, который сейчас находится между орбитой Венеры и планетой Земля. И, кстати, если присмотреться, да, в какой-то момент может показаться, что он пересекает, посмотрите внимательно, он пересекает два раза орбиту нашей планеты Земля, но у него более как-то вытянутая орбита. Так, я могу сказать лишь одно, что при столкновении с данным объектом целая страна на Земле может быть уничтожена. Диаметр здесь 338 метров. То, что мы с вами рассматривали сейчас вначале, это все ни о чем можно сказать. Здесь камень весом 25 тонн. 25 миллионов тонн. Это невероятно. Да, и выглядит он как-то ужасно, посмотрите. Похоже на какое-то зловещее лицо. Невероятно огромный объект 338 метров. Конечно, да, есть объекты и пострашнее, мы знаем, что объект тот же самый астероид чек-сулуп, который уничтожил всю жизнь на планете Земля, когда существовали динозавры, он был диаметром 10 километров. Казалось бы, но тут 338 метров и может просто стереть с лица земли целую страну. невероятно. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что данный выпуск Face Engine вам понравился, ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал и нажмешь колокольчик, чтобы не пропускать наши новые путешествия. Помните, друзья, что космос бесконечен и мы только начинаем в нем свое путешествие. Всем новых открытий. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok